привет мой дорогой зритель в этом видео разберем школьный этап всероссийской олимпиады по математике за 11 класс 2021 году из города санкт-петербург задачка номер один 1 марта 2018 года вася положил банк 200 тысяч рублей богатый вася ровно через год банк начисляет 10 процентов годовых то есть увеличивает сумму на счете на 10 процентов от исхода и тут приведен пример что у нас будет 2019 году в каком году 2 марта сумма на счете вася впервые превысит 300 одну тысячу рублей именно превысится не станет равна давайте скажем что есть у нас некоторое значение с 200 тысяч рублей и подумаем что будет происходить со счетом васи каждый год есть у нас сумма с который он положил в банк и через год на нее начислят 10 процентов то есть будет 0,1 с но помимо начисленной суммы к ней еще добавляется та сумма которую внес вася то есть через год у васи будет одна целая одна десятая с на счете во второй год начальная сумма уже равна одна целая одна десятая с соответственно и процент 0,1 тоже будет начисляться на первоначальную сумму на начало второго года можем одну целую одну десятых с вынести за скобочки как общий множитель и скобочках остается 1 плюс 0,1 то есть одна целая одна десятая в квадрате с и собственно так будет продолжаться это у нас первый год это второй год значит для n нового года можем вывести следующую форму что одна целая одна десятая степени n умножить на с должно быть больше или равно то есть сумма на счете вася должна превысить вот 300 одну тысячу рублей 300 одну тысячу рублей выразим отсюда одну целую одну десятых н для этого 300 одну тысячу разделим на 200 и получим одну целую пять десятых и потом у нас еще будет несколько знаков после запятой то есть мы 1000 делим на 2 получаем 500 и вот последние знаки я просто не записывал нолики нам нужно найти при каком минимальном значении n 1,1 вот этой степени n больше либо равно 1,505 наверняка на школьном этапе из-за того что он проходил у вас где-то в школах либо вообще дома вы могли с помощью калькулятора посчитать логарифм по основанию n больше либо равно чем логарифм 1,505 по основанию 1,1 но мы посчитаем 1,1 в квадрате это 1,21 1,1 в третьей степени это 1,331 1,1000 1,1 в четвертой степени это 1,4641 и 1,1 в пятой степени уже будет явно больше чем 1,5 но можно самое главное тут посчитать что будет это 1,6 и дальше нас уже не интересует то есть мы понимаем что n должно быть больше или равно 4 с лишним разумеется количество лет после каждого целого количества лет нам начисляется процент то есть не в середине года а именно по окончанию поэтому ближайшее значение которое нам подходит это n равное 5 и нас спрашивают в каком году 2 марта сумма на счете вас превысит данное значение мы должны добавить начальный год 2018 плюс 5 и совсем скоро вася будет обладателем 301 тысячи рублей как только ставку центрального банка повысится и банки начнут делать вклады по 10 процентов годовых задача номер 2 в угол величиной 60 градусов вписаны две окружности которые касаются друг друга радиус меньшей окружности равен 24 чему равен радиус большей окружности для начала вспомним что центр окружности находится на точке пересечения бисектрис ну если у нас угол то соответственно из этого угла можно провести одну бисектрису и вот центры всех окружностей какую бы окружность мы здесь не провели центр и будет находиться на точке пересечения бисектрис связано это с тем что точки на бисектрисе у нас равно удалены от сторон самого угла. Ну, а это значит, что если мы опустим перпендикуляр, то есть опустим радиус из нашей окружности, он у нас будет перпендикулярно касательный. И что с одной стороны, что с другой стороны, эти значения будут равны, где можно еще и доказать равенство вот этих вот треугольничков, которые у нас будут получаться. Ну, нам нужно найти радиус большей окружности. Биссектриса разделила вот этот угол у нас пополам, значит, этот угол у нас будет равен 30 градусов, а против угла в 30 градусов у нас находится очень интересная вещь, которая будет в два раза меньше гипотенузы. Поэтому про АБ мы можем смело сказать, что оно будет равно 48, потому что вот в этом треугольнике прямоугольном есть у нас угол 30 градусов, здесь у нас гипотенуза, и катет будет в два раза меньше, чем данная гипотенуза. Хорошо, АБ равняется 24. Вот этот кусочек тоже равен 24. Это все так же наш радиус маленькой окружности. Вот этот кусочек у нас равен радиусу большой окружности. Значит, попробуем использовать все то же самое соотношение для данного треугольничка. Для треугольничка АЦ, В нем синус 30, то есть 1 вторая, равняется противолежащий катет, это R, делить на гипотенузу, где гипотенуза это 48, плюс 24, еще и плюс R. В итоге это получается 72 плюс R, откуда? После небольших расчетов радиус будет равен ни много ни мало, а 72. Ответ 72. Задание номер 3. Семен решал квадратное уравнение и обнаружил, что два его корня это числа тангенс альфа и 3к тангенс альфа при некотором неизвестном значении альфа. Найдите коэффициент С. Так как мы не знаем вот эти коэффициенты альфа, то есть отталкиваться от корней, невозможно, потому что мы не знаем ни один корень, ни другой корень. Но мы можем воспользоваться теоремой Виета, которая гласит, что произведение наших коэффициентов, если у нас записано вот такое вот уравнение, то произведение корней данного уравнения равняется коэффициенту С разделить на коэффициент А. Есть, конечно же, еще и про сумму, но нам нужно найти коэффициент С, который фигурирует как раз таки в произведении. Тогда, если мы запишем один корень у нас тангенс альфа, второй корень это 3 катангенс альфа. Ну, а значение С нам нужно найти. Единственное, что коэффициент А здесь равен трем. Тангенс умножить на катангенс. Так, только тут у меня буковка С исчезла. Сокращаем, так как тангенс это синус на косинус, а катангенс это косинус на синус. И остается, что С равно 9. Вот и наш ответ 9. Задание 4. Дана арифметическая прогрессия. Известно, что А3 95, а шаг или разность прогрессии у нас 0,6. Найти нужно сумму в фигурных скобочках с А1 по А100, где фигурная скобочка Х обозначена дробная доля числа Х, то есть разность между Х и наибольшим целым, непревосходящим Х. И приведены несколько примеров. Если с положительными числами все очевидно, то с отрицательными числами надо быть внимательным. Но начнем разбираться с нашей прогрессией. Мы знаем, что А3 равняется у нас 9,5. И хорошо, наверное, найти бы А2 и А1. Если мы из А3 вычтем D, то мы получим А2. И получится у нас здесь ни много ни мало А8,9. А1 аналогичным образом можно получить, вычтя из А2 шаг прогрессии. И получим здесь 8,3. Мы понимаем, что здесь у нас целая часть 3, здесь целая часть 9, здесь целая часть 5, но хотелось бы сначала понять, какая у нас будет последовательность из вот наших дробных доли числа Х. Найдем А4 и А5, и возможно, где-то они начнут зацикливаться. А4 равно у нас будет 10,1. И А5 у нас равняется 10,7. Так, пока они никак не зацикливаются, но если мы сейчас посчитаем еще и А6, то у нас уже получается 1,3. Дробная часть числа 3, и здесь у нас тоже дробная часть 3, замечательно. Замечательно. То есть, что мы можем сказать? Что у первых 5 членов арифметической прогрессии, давайте это запишем, А1 и А5, дробная часть равняется 0,3, плюс 0,9, плюс 0,5, плюс 0,1, и плюс 0,7. Дальше. Если мы снова к 0,3 прибавим 0,6, мы получим 0,9. Если мы к 0,9 прибавим 0,6, то получим 0,5. То есть, все последующие члены данной прогрессии просто будут повторяться. И дробные их доли тоже будут повторяться. Здесь у нас сумма получается достаточно симпатичная, особенно если вот так вот объединить их, будет 2,5. Всего у нас чисел 100, 100 чисел всего, а в одном цикле у нас 5 чисел. Значит, всего циклов у нас будет 100 делим на 5, получаем 20. То есть, 20 вот таких у нас будет дробных долей. Одна дробная доля цикла у нас равняется 2,5. Значит, все дробные доли 100 чисел у нас будут равны 20 умножить на 2,5 равно 50. И это и есть наш ответ. Отлично. С половиной олимпиады справились. Задание номер 5. Датчик случайных чисел выдает число А. Одно из натуральных чисел 1, 2 и до 100 с равной вероятностью. Для этого значения А находим максимальное возможное значение М вот такой вот функции. Вероятность того, что М больше 10 равна Н процентов. Чему равно Н? Много всего накручено. Есть какое-то А, есть М, есть Ф от Х и есть еще значение Н. Но будем разбираться по порядку. Для этого значения А находим максимальное возможное значение М функции. То есть А это у нас какой-то набор случайных чисел, и с ними мы ничего сделать не можем. Нам нужно просто найти от какого значения, каким-то условиям оно начнет удовлетворять. А вот с максимальным возможным значением этой функции, наверное, уже можно подразбираться. Перед нами дробь. И свое максимальное значение оно принимает, когда у нас знаменатель будет минимален. То есть если знаменатель минимален, то вся вот эта функция, она максимальна. Посмотрим на вот эту вот функцию. Давайте запишем, что кунь g от Х равняется, это Х в квадрате минус 2Х плюс 2А. Мы точно знаем, что это парабола. Ветви этой параболы направлены вверх. Значит, свое минимальное значение, оно будет принимать вершинки нашей параболы. Вершину найдем по формуле минус B делить на 2А. Подставляя наше значение, будет минус 2 делить на минус 2. Это значение равняется единице. Тогда сама функция f от Х, то есть значение M, у нас равно 700, делим и подставляем здесь значение единиц. 1 минус 2 плюс 2А. То есть это 2А минус 1. Хорошо, с этим разобрались. И нам нужно, чтобы вот это значение было больше 10. Вот это значение должно быть больше 10. Но посмотрим, когда это значение больше 10. Решим вот это неравенство. Для этого перенесем через знак равно и домножим. Ни в коем случае нельзя отбрасывать наш знаменатель, потому что в неравенстве нам важны как корни числителя, так и корни знаменателя. 2А минус 1. И здесь наше значение будет больше 0. Можно приравнять к 0 и сказать, что вот наши корни числители. Здесь получится 700 минус 20А плюс 10 равно 0. И здесь у нас 2А минус 1 не равно 0. Хорошо, здесь тогда у нас будет 710 разделить на 20А. А равно 35 и 5. А здесь у нас А не равно 1 второй. Дам. Строю прямую. Отмечаю наши значения. 1, 2. Корень выколотый. Точка выколотая. Значит, мы ее всегда с вами будем рисовать выколотой. 35,5 нужно посмотреть, какой у нас будет знак у нашего неравенства. Знак у нас строгий. Значит, эту точку мы тоже выколотим. Знак равно нам не подходит. И расставляем значение. Поставим какое-нибудь огромное значение. Тогда здесь будет минус, потому что минус 10 коэффициент. Здесь будет положительное значение. Значит, первое у нас минус, потом плюс, потом минус. Нам нужно вот это вот значение. Вопрос, что же записать в ответ? Внимательно читаем. Датчик случайных чисел выдает число одно из натуральных. То есть, он не может дать 35,5. Он может дать только ближайшее значение. Вот здесь вот 35. А минимальное значение, это то, которое у нас здесь есть, оно начинает соединиться. То есть, от 1 до 35 наше значение устраивает. Потому что, если мы подставим значение от 1 до 35, то вот эта вот функция m будет больше 10. Все остальные значения 36 и до 100 нас не устраивают. То есть, нас устраивают 35 чисел из 100. И чему равно значение n в процентах, мы так и записываем, что это у нас 35%. Из-за того, что у нас здесь 100 чисел всего, 35 нам подходит, наше значение полностью совпадает с величиной нашего промежутка для а в целых числах. Задание номер 6. То есть, в ряд записали числа 121 в степени 121 и так далее. То есть, выписали числа вида n в степени n. Для натуральных значений от 121 до 900. Сколько среди выписанных чисел точных кубов, где точным кубом мы будем называть куб целого числа? Скорее всего, нас просят найти такие значения, где у нас есть степень тройки. То есть, мы ищем такие степени, которые можно разложить на 3 и на еще какой-то дополнительный множитель. Поэтому, здесь что можно сказать? Мы ищем значения, которые делятся у нас на 3. Напоминаю, что правило деления на 3, это если сумма цифры делится на 3. И ближайшее значение, которое делится на 3, это 123. То есть, 123 можно представить в виде куба как 123 в третьей степени и еще умножить, по-моему, на 41. Тогда, если мы поставим кубический корень, то у нас эти значения сократятся, и это у нас как бы точный куб. То есть, 123 в 41 степени и потом еще в третьей. То есть, вот он наш точный куб. Сколько таких у нас будет? Каждое третье число и каждую третью степень, соответственно, мы можем представить в виде тогда куба. То есть, разложить. 121 не можем разложить. Как тройку еще что-то? 122 не можем. Здесь у нас остаток единичка на 3. Здесь остаток двоечка. Здесь остаток нолик. Обязательно посмотреть, сколько 900 у нас заканчивается. 900 это снова остаток нолик, и 900 нам подходит. Среди всех данных чисел при делении на 3 у нас есть остаток 1, 2, 0. Потом снова будет 1, 2, 0. И все это закончится также последним значением там 898, 899 и 900, тоже в нулевой. Нам нужно понять, сколько таких чисел. Нетрудно предположить, что это 900 минус 123 делить на 3 и плюс 1, потому что это последнее число нам нужно посчитать. Каждый третий из предложенных чисел у нас делится на 3, и 123 мы тоже должны посчитать. Тогда здесь у нас получится 260 значений. И вроде бы для большинства это итоговый конечный ответ, то есть больше здесь особо ничего не предложить. Но вот мы сейчас с вами подумали лишь о степенях. А что будет, если в основании мы тоже можем получить куб целого числа? Например, если мы возьмем 125 в 125 степени, то 125 можно разложить как 5 в третьей и еще в степени 125. Откуда просто само основание дает нам куб пятерки. И на степень нам без разницы. Есть, наверное, еще такие 216. Например, это 6 в кубе и еще в степени 216. Дальше есть у нас 343, это 7 в третьей степени, и еще в степени... Ну, только тут мы уже, наверное, не будем туда писать. Можно, конечно, 216. Давайте тут допишем, полностью запишем все эти значения. А то как-то не равно. Левая часть не равнялась у нас правой. Потом следующее, по-моему, 512. Программисты хорошо понимают, что это 2 в девятой. А значит, это 8 в третьей. И здесь у нас тоже такое есть. Последнее значение, потому что 10 в третье это 1000, и это уже больше. Наверное, это 9 в третьей. 9 в третьей это 729. 9 в третьей степени. И еще в 729 степени. Хорошо, то есть нам нужно добавить 5 вот этих значений к 260, и все, ответ получит. Но давайте проверим себя. Возможно, какие-то значения мы учли и здесь, и пытаемся учесть здесь. Какие значения мы учитывали здесь? Только те, которые делятся у нас на целом на 3. То есть у тех, у которых основание и степень делилось на 3. 125, 1 плюс 2 плюс 5, это 8. 8 не делится на 3. А вот 216, это 9. И 9 делится на 3. 2 плюс 1 плюс 6. То есть сумма цифр у нас делится на 3. Значит, это число уже учтено. Его записывать еще раз. Нет никакого смысла. Следующее значение. 3 плюс 4 плюс 3, это 10. Оно не делится у нас на 3. То есть здесь оно не учтено. И 512, это 5 плюс 1 плюс 2. Это у нас 8. Тоже не делится на 3. Последнее значение 7 плюс 2 плюс 9, это 18. Но делится на 3. Значит, мы здесь его уже учли в первом подборе наших чисел. Итого, наш ответ это 260 чисел, которые делятся на 3, как степень, так и основание. Каждое третье число. И еще отдельное значение 125, 343 и 512. Всего таких чисел 263. Задание номер 7. В треугольной пирамиде АВЦД известно, что АВ равно ЦД равно 6, а Д равно ВЦ равно 10. Угол АВЦД равняется 120 градусов. Найдите радиус в квадрате, где Р это радиус наименьшего шара, в который можно поместить такую пирамиду. Первое, на чем некоторые попались, это то, что прочитали невнимательные условия. Радиус наименьшего шара, в который можно поместить такую пирамиду. То есть шар должен быть больше пирамиды и включать всю пирамиду внутрь себя. Часть ребят пытались найти какую-то внутреннюю сферу, внутренний шар. И у них здесь, конечно же, не получилось. Вторая проблема в этой задаче кроется в том, что мы не знаем ребро ДБ. Мы не знаем вот эти вот углы. То есть, по сути дела, эту пирамиду можно как ракушку задавать совершенно с различными комбинациями. Попробуем найти наибольшую сторону и сделать ее диаметром шара. Вот здесь у нас есть угол 120 градусов. Значит, у нас тут тупоугольный треугольник и АС это наибольшая сторона. То есть, найдем по теореме косинусов сторону АС. АС в квадрате равно 36 плюс 100 минус удвоенное произведение 6 на 10 и на косинус угла 120 градусов. Это значение минус 1 вторая. Итого получается, что АС у нас равно 136 и плюс 60. Это значение 196. То есть, АС равно 14. Хорошо. Что мы про это можем сказать? Мы хотим построить такую окружность, которая будет в себя включать весь треугольничек АВС. АС кажется, что нам нужно просто задать вот такую вот окружность, где у нас тут будет угол 120 градусов. Здесь АС мы знаем равно 14. И, соответственно, по обратной теореме синусов сторону делить на синус угла между ней мы получим два радиуса описанной окружности. Но нам не нужно, чтобы сфера или в данном случае окружность была описана вокруг треугольничек. Нам нужно задать минимальный шар и минимальную пока окружность, пока мы разбираемся с треугольничком. То есть, зададим такую окружность, у которой АС будет являться диаметром. То есть, вот эта точка О, это центр. Точка В где-то у нас висит внутри окружности, но не на окружности. И это точно минимальная окружность, в которой себя включает треугольничек АВС. Потому что здесь у нас это диаметр. И это и есть для нас самая большая сторона. В данном случае радиус у нас будет равен в два раза меньше 7. Хорошо, то есть, если мы зададим такую окружность, в которой АС является диаметром, точка В где-то висит, то это будет минимальная окружность, включающая из себя треугольничек АВС. Можно ли от этого оттолкнуться и попробовать поднять, то есть, довести это до сферы, эту окружность? Давайте попробуем. То есть, если мы поднимем еще этот радиус наверх на 7, то где-то тут у нас получится вот такая сфера. Точка D будет ли находиться внутри этой сферы или нет? То есть, проверим, находится ли вот эта точка D на расстоянии меньше чем 7. Разумеется, найти вот эту вот высоту перпендикуляр не предоставляется возможным, потому что мы не знаем вот эти вот углы и мы не знаем вот это вот ребро DB. Попробуем хотя бы оценить, чему равняется вот это расстояние до АС. То есть, понятно, что перпендикуляр до плоскости будет меньше, чем перпендикуляр до данной прямой АС. Мы лишь попробуем найти DH. Будем находить через метод площадей. Здесь у нас точно такой же треугольничек 6, 10, 14. Значит, вот этот угол у нас тоже равен с вами 120 градусов. И площадь треугольничка ADC можем найти как 1 вторая AD умножить на DC и умножить на синус угла 120 градусов. С другой стороны это 1 вторая умножить на DH и умножить на AC. Сокращая по 1 второй и выражая отсюда DH, можем подставить все наши значения, нам все известно. Это будет 60 умножить на корень из 3 на 2 и разделить на AC. Это у нас 14. Так, давайте только сразу 14 подставим. Здесь у нас будет 30 и еще сократим на 2. Будет 15 корней из 3 делить на 7. Ну, примерно оценим, сколько это у нас получается. То есть, тут 15 делить на 7, это примерно 2. И вот это тоже примерно у нас 2 равно. Тут чуть больше 2, тут чуть меньше 2. Ну, пусть это будет значение 4, хотя наверняка меньше. Что у нас получается? Я отметил точку О ровно посередине AC. Вот здесь у нас находится центр пока окружности. И хочу ее довести до сферы. То есть, поднять такой же радиус наверх, а радиус вниз. Вниз нас вообще не интересует. Вопрос сверху. Будет ли находиться точка D внутри него? Наверное, будет. Потому что здесь у нас вот это расстояние 7. Здесь у нас расстояние меньше 4. Это до стороны AC. До плоскости оснований, значит, будет еще меньше. То есть, даже то, что точка D немножечко смещена. То есть, точка D может находиться у нас где-нибудь вот здесь. Или где-нибудь еще. Но выигрыш вот в этом случае почти в 2 раза дает нам огромное преимущество. И явно точка D будет находиться внутри. То есть, если эти значения были близки, например, 7 и 6, то, конечно же, пришлось бы еще проводить какие-то операции. Здесь же мы можем уже утверждать, из-за того, что разница почти в 2 раза, что при радиусе 7 наш треугольничек ABC будет включаться во внутрь вот такой окружности. И если мы доведем эту окружность до сферы, точка D тоже окажется внутри сферы. Поэтому наш ответ в данном случае 7 в квадрате, и это 49. У кого осталось неприятное послевкусие от этого доказательства, что мы доказали, что тут разница в 2 раза, и нам точно хватит с запасом, могу привести еще другое доказательство. Смотрите, вот наша окружность, которая не описана, как бы включает в себя треугольничек ABC, с помощью нее можно постепенно как бы создавать сферу. То есть под ней вот эту окружность немножечко повыше. Она также проходит у нас через точку А, через точку С, но при этом как бы вот одна ее часть уходит уже ниже, а другая часть поднимается наверх. Здесь треугольничек ADC у нас точно такой же. То есть таким образом, создавая сферу, то есть здесь проводя, здесь проводя еще такую же окружность, мы постепенно так вращаем, грубо говоря, вот окружность вокруг AC, и у нас создается сфера. И мы просто вращаем вокруг собственной оси, вокруг вот этой оси. Треугольничек ADC у нас точно такой же, как треугольничек ABC. Это значит, что если точка B находится внутри данной окружности, точно такой же треугольничек, здесь точно такая же окружность, тоже будет находиться внутри. Почему точка B и точка D внутри у нас находятся? Если бы у нас был угол 90 градусов, то тогда бы точка B находилась бы на самой окружности. Если был бы угол острый, то она бы выходила бы за ее пределы. А из-за того, что у нас угол B тупой, то здесь он находится именно внутри нашей окружности. Последнее задание номер 8. На координатной плоскости рисую треугольник OAB. Точка пересечения медиан имеет данные координаты, а точки A и B имеют натуральные координаты. Найдите количество таких треугольников. Через O обозначено начало координат, точка с координатами 0,0. Если есть два треугольника с одинаковым набором вершин, то они считаются одинаковыми. То есть треугольничек OAB и OBA у нас однотипны. То есть либо мы рассматриваем такой треугольничек, либо мы рассматриваем такой треугольничек. Ничего не меняется, это один и тот же для нас треугольничек. То есть нам нужно прямо менять координаты точки. Для начала стоит сказать тем, кто пытался облегчить задачу. Смотрите, точки А и Б имеют натуральные координаты. Натуральные, то есть нельзя отмечать, например, точку Б на нашей оси Х, а, например, точку А на оси У. Потому что тогда одна из координат будет равна 0, а 0 в России у нас не является натуральным числом. То есть точка А и Б у нас где-то висит в нашей декартовой системе координат. Про точку М мы знаем, что она имеет координаты 23 и 13,3. Это все замечательно. И хотелось бы как-то выяснить, в каком соотношении, кто-то, может быть, даже это знает, формулу решал задачу. Она есть в популярных сборниках по подготовке к хорошим планиметрическим задачам. Как у нас задается координата точки пересечения медиан. Но я сейчас вам попытаюсь это быстренько рассказать. Тем более, здесь у нас одна точка имеет координаты 0,0. Точки, например, координаты этой точки обозначим ХА и УА. Координаты этой точки обозначим ХБ и УБ. Тогда координаты точки Д как у нас задается? Если я скажу, что это у нас медиана, вот у нас проведена серединка между АД и ДБ, здесь у нас тоже, то координаты точки Д, наверное, находятся у нас, по крайней мере, для ХА и для У, находятся как среднее арифметическое. То есть, здесь у нас есть ХБ, здесь у нас ХА. Мы находим ХСУМ и делим пополам. Пополам, потому что у нас вот эти значения находятся на середине между нашим значением А и Б. Если это сложно, давайте посмотрим вот так вот на наш треугольничек. Я даже нарисую вам прямоугольный треугольничек. И вот смотрите, вот здесь у нас есть некоторая координата ХБ. Вот эту координату можем взять за нолик. А здесь у нас есть координата середины нашей, ну в данном случае, медиана, вот в нашем треугольнике получается. Тогда, если я опущу перпендикуляр, напоминаю, что вот это у вас как бы ось Х, относительно которой мы меряем, то логично, что вот это значение у нас должно делиться пополам. То есть, ХА у нас вообще не участвует в нашем разборе, а координат точки Д это просто ХБ пополам. Но если я не беру за начало координат, то есть за нулевое значение ХА, то ее нужно также учесть. И она у нас будет находиться тогда, как вот ХА плюс ХБ делить надо. Аналогичным образом можно поступить и с У. То есть, если здесь провести вот эту высоту, перпендикуляр, середина точки Д, то как раз таки среднее значение по координате У в новом сумме наших координат А и Б деленное пополам. Давайте теперь вот это все уберем, не будем захламлять рисунок сильно. И подпишем следующее, что ХА плюс ХБ пополам и УА плюс УБ тоже делить на 2. Теперь вспомним, что точка пересечения медиан делит эти самые медианы, как 2 к 1 считая от вершины. Меня, в общем-то, интересует такая медиана, которая находится у нас здесь. И после этого я рассмотрю вот такой вот треугольничек, который у нас здесь находится. Мы знаем, что координата этой точки у нас равняется 0. Координату этой точки мы только что нашли. Хочется найти координату этой точки. Разумеется, и по Х, и по У вот эти вот длины, то есть коэффициент вот этой длины, так относится у нас к вот этой длине, как соотносится гипотенуза в двух данных треугольниках, как в большом треугольнике и в маленьком треугольничке. Потому что эти треугольнички у нас подобны. Так как здесь у нас коэффициент 2 к 1, то вот это можно взять, что координаты точки d, давайте я вот так схематично напишу, что d так у нас относится к 3, как координаты точки m относятся у нас к 2. Ну и тогда, подставляя наши значения, координата точки m у нас будет равна 2d делить на 3. Подставляя теперь координаты нашей точки d, получится, что двойки у нас сократятся и остается только xa плюс xb деленное на 3 и ya плюс yb деленное на 3. Если у нас еще играет, конечно же, свою роль точка o, то тут мы еще добавляем на самом деле координат точки o, то есть xo плюс yo. То есть на самом деле точка пересечения медиан по-другому называется центром масс, и мы находим как раз таки среднее арифметическое всех наших координат вот трех вершинок данного треугольника. Но здесь все не так плохо, здесь они занулены, здесь одна из координат равна нулю, поэтому мы разбираемся лишь двумя координатами. Что про это все можно сказать? Что xa плюс xb делить на 3 равняется ни много ни мало, а известны нам координаты 20 третьих. ya плюс yb делить на 3 равняется 13 третьих. Разумеется, троечки можно убрать, и теперь осталось найти, сколько вариантов у нас существует в таких треугольниках, у которых сумма координат, в данном случае xa плюс xb равняется 20, ya плюс yb равняется 13. Координат по x у нас их будет 19, а координат по y по комбинации у нас будет 12. Ну, давайте это обсудим. Смотрите, вот я записываю координат точки а и координат точки б, например, для x по x. Может быть, какой вариант? 0 и 20 не может быть, потому что все координаты должны иметь натуральные значения. И здесь у нас будет 1, 19, дальше будет 2, 18 и так далее. Но вот закончится ли все 10 на 10? Кстати, вот вопрос хороший, 10 на 10 вообще включается? По-моему, да, потому что если мы построим какой-нибудь вот такой вот треугольничек, его как бы медианы все точно так же существует, просто вот две координаты, вот у нас координата x, и вот здесь у нас 10 у одной точки у а и у b. Почему бы нет? То есть это тоже вполне возможно, по крайней мере, никаким нашим рассуждениям до этого это не противоречит. Но вот если я здесь поставлю 18,2, а здесь поставлю 19,1, то это уже другая комбинация, потому что здесь у нас у точки а были координаты 1, у точки b 19, а здесь наоборот, у точки а 19 и у точки b 1. Количество, да, можно посчитать вариантов у точки а, это 19 минус 1 и плюс 1, чтобы посчитать последний вариант. Без сложных вычислений это значение равняется 19, то есть здесь у нас 19. Аналогично можно рассудить и по поводу координат по у, то есть первый вариант, там, например, 1,12, потом 2,11 и так далее, и заканчивается это все 11,2 и 12,1. Также 12, минус 1 и плюс 1, потому что последний вариант нам тоже важно учесть. Таких вариантов у нас всего будет 12. Хорошо. Но последний подводный камень кроется вот в этом предложении. С одинаковым набором вершин считаются одинаковыми, то есть треугольничек ОАБ и ОБА считаются одним и тем же треугольником. Не учли мы здесь дважды одни и те же треугольнички. Смотрите, если у нас, например, получается какой-нибудь треугольничек с координатами А, пусть будет там 1 и 2, у точки В у нас тогда будут и координаты, так, 19 и 11 пусть будет, тогда если мы их поменяем как бы местами, то есть у нас будет точка с координатами 1 и 2 и А с координатами 19 и 11, то вот это как раз таки и обсуждается вот в этом предложении, что эти треугольнички у нас идентичны. Поэтому каждой вот такой вот паре, можно придумать каждую еще одну такую же пару, где точки будут диаметрально противоположны, это значит, что всех наших комбинаций, коих здесь 19 умножить на 12, эти все наши комбинации здесь учтены дважды, поэтому это значение нужно нам еще разделить на 2. 2 и 12 можно сократить, и наше значение равняется 114. Ответ 114. Треугольничков имеют центр масс в точке с координатами 23 и 13 третьих, и все точки имеют целые координаты, если одна из точек является началом координат. Вот такой школьный этап прошел в городе Санкт-Петербурге по математике. Задачи по нарастанию сложности, все достаточно скомбинировано. Есть откровенно простые задачи, которые тут решаются без дополнительных знаний по математике, то есть каждый мог проявить себя. Немножечко геометрии, немножечко тут финансовой математики. Теорему Вьета не забыли пропустить, включили сюда олимпиадную тему с дробными долями. Не такую сложную. Потом на несколько функций сразу же, то есть пытались запутать именно какие-то у нас здесь числа, здесь еще есть какие-то M-функции, F-функции, а N-процентов нам нужно найти. То есть запутать именно количеством различных функций, которых каких-то условий нам нужно учесть. Ну и решалось достаточно красиво. Здесь задача в общем и целом скорее на внимательность почти. Я уверен, что большинство ребят справились на ура с вот этим, но возможно некоторые ребята забыли вот эти последние числа и может быть забыли учесть, проверить, учтены ли эти значения в предыдущем, предыдущей нашей выборке. Здесь очень красивая седьмая задачка. Казалось, что вначале вряд ли тут вообще может быть решение, потому что пирамида никак не задана и она у нас может как-то двигаться. Но мы смогли найти какое-то максимальное значение, с помощью него задать минимальную окружность, которую мы здесь можем описать вокруг треугольничка, а после перевести ее на сферу. Достаточно хорошо у нас это получилось. Ну и последняя задача включала сразу же тут некоторые свойства по геометрии. Популярные, но популярные в таких сложных задачах. И сразу комбинаторику мы здесь рассмотрели. Вот такой школьный этап.